Всем привет, я Даша. Уже наступил декабрь, поэтому я принарядилась чутка. И это традиционное видео о прочитанном за месяц. На дворе был ноябрь 2021 года, и этот месяц открывала книга «Боги и гробницы ученых». Автор Курт Морек. Она очень в таком романтизированном ключе рассказывает о величайших открытиях археологических, вроде Трои Шлимана или гробницы Тунахамона Картера, вот такого рода. Все вот в таком духе. Фишка в том, что книга была написана в 1949 году, поэтому здесь есть очень много заблуждений. То, что сейчас не соответствует истине, оно и понятно. Потому что наука движется вперед, совершаются новые открытия, люди находят новые находки, прошу прощения за тавтологию. И мы узнаем все больше и больше о делах минувших дней. И все-таки автор позволяет себе совершать ошибки даже в тех вопросах, о которых были ответы и в его время. Поэтому я бы не рекомендовала, обсуждая с кем-либо вопросы истории археологии, ссылаться на... ну, рассказывать что-то, что вы подчеркнули в этой книге, потому что можно попасть в просаг таким образом. И будет крайне неловко. Меня несколько смущает какие-то его взгляд на, порой, не побоюсь этого слова, варварское отношение археологов прошлого к своим находкам. Тогда не было выработано счет этой системы с бережным отношением к найденному. И люди не стеснялись разрушать что-либо для того, чтобы найти что-то более ценное. К подобным действиям автор книги относится очень снисходительно. Ему это кажется безделушкой, мелочью, пустячком. И он откровенно говорит, что мы должны прощать подобные выходки. Я с ним не вполне согласна. И вообще он на меня произвел впечатление человека субъективного. Например, о пирамидах египетских он выражается достаточно прямолинейно, говорит, что они ужасны. Цитирую, чудовищное творение. В то время как об американских пирамидах, в которых происходило совершенно безумное количество человеческих жертвоприношений, говорит весьма терпимо, ничего подобного о них не заявляет. И мне в этом видится некая несправедливость. Поэтому эту книгу я бы не рекомендовала. Ну, лично на меня она произвела не очень благоприятные впечатления. Правда, там есть сноски, которые поправляют автора и его заблуждения касаемо тех или иных вопросов. Но все-таки неприятный осадок у меня стал. Далее я продолжала погружаться в историческую тему и читала книги автора Жильет Бенсон. Действие происходило в XIX веке. Очень знаменитый антиквар из аристократического рода становится обладателем одного колечка с бирюзой. А в этом кольце ходит легенда, что некогда оно обитало на острове Атлантида, потом появилось в Египте и одной царевицы. Но в наше время, вернее в то время, обладатель этого кольца, оно будет обезопасен от проклятий фараонов, если, опять же, владелец кольца зайдет в какую-нибудь гробницу. То есть проклятие его минует. Как бы то ни было, кольцо попадает к этому антиквару очень не самым обычным образом. Тот отправляется в Египет, где работает его друг археолог и египтолог, с тем, чтобы разобраться, кому это кольцо принадлежит, как произошел тот случай, который произошел в результате чего, кольцо попалось к своему обладателю. И, в общем, происходят всякие там приключения, расследования, все в таком духе. Единственное, я не совсем в восторге от женщины этой книги. Они нестандартные. Там вы не увидите просто обычную девушку. Они либо безумно красивы, либо бесконечно глупы, либо невероятно умы. Чего-то среднестатистического просто не дано. Ну и, в конце концов, я прочитала создание арки персонажа. Автор Кэти Уэйланд. Очень подробная книга. Она подробно касается каждого этапа развития сюжета и то, как персонаж, главный герой, должен себя проявлять на этом этапе. Про каждый этап много... Ну, составлен список вопросов, на которые должен ответить в своем произведении автор книги при ее написании. Это все, конечно, очень полезно, очень хорошо. Кэти очень ответственно подошла к созданию этой книги. Однако есть одно «но». Как мне кажется, подобный подход заставляет читателя этой книги помещает его в определенные границы. Вы знаете, как поля в тетрадке, за которые нельзя заходить. Это ограничивает несколько творческий потенциал. Вот, например, читательские дневники. Вот, смотрите, можно их ввести в обычных тетрадях, как это я делаю. Вот, например. А можно заказать в интернете блокноты с заранее ограниченными пространствами. Вот, для цитат, три строчечки. Три строчечки для характеристики персонажей. Три строчечки для описания общего сюжета. И так далее. То есть, если вы захотите более пространственно, более объемно, подробно рассказать обо всем этом, выписать попозже цитаточек, то не выйдет. Потому что в блокноте четко отведено место. И как-то выйти за эти границы, ну, не выйдет. Так и с этой книгой. Как мне кажется, это... Ну, я могу ошибаться. Она ограничивает творческий потенциал своего читателя. Повторюсь, я могу быть неправа. Ну, и что завершает ноябрь месяц? Цикл Владислава Крапивина «Острова и капитаны». Как это волшебно, как это чудесно. Я такая довольная. В цикле три книги. Первая – хронометр. Вторая – граната. И третья – наследники. Как обычно бывает в циклах. Первая книга посильнее, вторая послабее, третья – ну, совсем уж. Ну, это, конечно, не всегда, но в большинстве случаев. Здесь все ровным счетом наоборот. Первая книга хороша, но есть к чему придраться. Вторая – посильнее, но третья – полный восторг. Итак, первая книга начинается со знакомства читателя с Грузенштерном, тем самым, который совершил вокруг света путешествие на судне. Далее оказывается, что книга не об этом, а просто писатель зачитывает своему юному другу, мальчику, отрывок из своей книги. Этот мальчик – главный герой произведения «Хронометр». И он живет в 1947 году. Лечение с ним происходит, но все в крапивинском духе. Вторая книга – «Граната». Там уже этот мальчик вырастает и становится летним взрослым мужчином, который работает с подводными лодками или что-то в этом роде. Ну, главный герой уже его племянник. Очень сильная книга. И я считаю, что из всех книг Крапивина там самый мощный финал. Я ходила несколько дней, пыталась его переварить, осознать, как-то вот жить с этим финалом. Он, правда, очень мощный. Он меня очень ушиб. И, наконец, третья книга – «Островай капитаны. Наследники». Очень интересно, что действие происходит в том году, в котором я родилась. Но об этом я, кстати, узнала только в самом конце книги. Начинается очень нестандартно. Обычно у Крапивина главные герои – послушные мальчики, любящие читать, тихие, смирные, с правильными представлениями, с правильной моралью. А здесь наоборот. Здесь такой вот ребенок достаточно сложный. Он курит, он шпеняет маленьких, тех, кто слабее его. Он вхож в компанию трудных подростков. И он знакомится с одним милиционером. И в его жизни появляются какие-то новые… Как бы вам не соспойлерить. В общем, его жизнь немножко меняется. Он делает определенные выводы. И очень интересно за ним наблюдать. Вообще за всем этим. В общем, крайне занимательная книга. Вот я у Крапивина обожаю многое. Многое читала. У меня мальчик со шпагой. Одна из самых любимых. Бронзовый мальчик. Синий город на Садовой. Белый шарик матроса Вильсона. Колыбельные для брата. Синий город на Садовой. Журавленок и Молнии. Все эти книги я очень люблю. И знаю уже фактически наизусть. Так вот. Острова и Капитаны на Садовике. Несмотря на то, что это третья часть цикла, она определенно войдет в этот топ мой лично. А остальные две части, они, конечно, тоже прекрасны. Но они подготавливают почву. И поэтому вот эта третья часть, она становится самой такой сильной, самой классной, потрясающей, включающей в себя лучшее от Крапивина. Ну, кстати, ее можно читать и отдельно от предыдущих двух частей. Но все-таки лучше вместе после них. Потому что они, правда, очень хорошо подготавливают почву. Вот. На этом все. Всех. Всем до скорых книг. Пока-пока.